Семь медалей привезли омские спортсмены из Испанской Гранады, где с 6 по 20 сентября прошли чемпионаты первенства мира. Долгожданное золото Юлия Динзон, два серебра Виталины Бацарашкиной и второе место 16-летнего Ярослава Клепикова. Наши спортсмены и девушки, молодые у нас спортсмены попали в сборную России, которые достойно действительно выступили. Мы привезли медали для нашей страны и для нашей айфонской области. Нынешний чемпионат для Юлия Динзон особый. Спустя 26 лет заслуженный мастер спорта неожиданно для себя выиграла золото чемпионата мира и стала лучшим стрелком на планете. На личную медаль я не рассчитывала, честно. Я рассчитывала только на командную медаль и выступала за команду. Но здесь получилось, что я попала в медал-матч, назовем его финалом, чтобы просто было понятнее всем. И естественно, когда я уже выиграла, так скажем, первый заход в медал-матч за первое-второе место, ситуация вообще ушла просто от меня. Потому что слова в моей голове и мысли были такие, что вторая медаль, второе место по-любому уже будет. А здесь не стоит вообще, как говорится, дергаться и нервничать и переживать. И когда я победила Украинку, конечно, тут... 18-летняя Виталина Бацарашкина готовилась к первенству 4 года. И выиграв два серебра в личном и командном зачетах, стала безусловной гордостью тренера и всей страны. Сложно готовились, потому что чемпионат мира проходит раз в 4 года. Это почти как Олимпийские игры. И, конечно, подготовка шла на протяжении 4-х лет. Последний год был такой тяжелый все время, отборы постоянно. Поэтому, слава Богу, что нашим ребяткам повезло, они справились с собой и смогли. Тренер Ярослава Клепикова, выигравшего серебро первенства мира, пообещала не сбавлять оборотов и через 4 года привезти еще больше медалей. Благодарить наше министерство, что изыскали средства и наши ребята с Каблицки на этот чемпионат и первенство мира. Большое-большое спасибо. Вид спорта у нас замечательный, любому возрасту подборный, любой комплекции человек может заниматься. Перспективно у нас, судя по тому, как видите, мы выступаем, 7 медалей с чемпионата и первенства мира. То есть очень перспективный вид спорта. И наши ребята, надеясь, к следующему чемпионату мира попробуем привезти еще больше медалей. Впереди омских чемпионов и призеров новые старты. Октябрьский финал Евролиги и отборный чемпионат России. Спортсмены, заряженные медальным результатом, обещают новые победы. Субтитры создавал DimaTorzok